здравствуйте дорогие друзья приветствуем вас на нашем канале фазенда репкина сегодня мы поговорим с вами о том что можно и нужно сделать на участке весной даже тогда когда снег еще не растаял а некоторые работы именно в это время и проводятся вот к примеру обработка кустов горячей водой важные условия которые нужно знать чтобы все сделать правильно обязательно при дневной положительной температуре не при минусе до того как почки проснуться и лопнут до этого момента проводится обработка как приготовить воду вода нагревается практически до кипения 80 90 градусов и переливается в лейку не бойтесь за кусты пока вы переливаете воду в лейку и несете она уже не будет крутым кипятком будет градусов 70 спящим кустам не повредит а вот большинство зимовавших вредителей и грибковые заболевания уничтожит вода у нас кипела можно пролить обычной горячей водой можно добавить раствор марганцовки до ярко-розового цвета некоторые добавляют в воду 2 чайных ложки йода так тоже можно это от грибковых заболеваний до обработки высоких деревьев а также кустов используем мочевину или карбамид разводится она 500 700 грамм на 10 литров воды взяли 700 грамм она очень хорошо растворяется просто нужно тщательно размешать переливается в опрыскиватель и поливаются все деревья высокие кустарники высокие можно и небольшие кустарники нам больше нравится их кипятком просто потому что кипяток еще убивает зимующих вредителей не только грибковые инфекции таким раствором обрабатывают все высокие кусты и все деревья для профилактики грибковых заболеваний но опять же нужно помнить до того как почки проснутся и окна и также при положительной температуре богу хорошенько пролейте каждую веточку чтобы ни одна инфекция ни одна спора грибная ничего не выжила в этом сезоне чтобы были красивые вкусные яблоки вот у нас в данный момент яблоки красивые цветы и листья старайтесь обрабатывать безветренные погоны потому что ветром может сносить обработку в том числе и на ваку обязательно обработайте под кроны дерева чтобы не осталось отзимовавших вредителей и грибков и спор на листьях и на земле под деревом если на ваших деревьях есть лишайники то с ними также борются в период когда деревья находятся в покое берут железный купорос в 100 миллилитрах жидкости воды разводят одну две с половиной чайных ложки железного купороса дальше либо опрыскивают лишайники либо наносят на них губкой этот раствор примерно через неделю лишайники должны отвалиться мы возьмем две с половиной ложки железного купороса пусть будет настой покрепче сейчас когда изгороди и все растения находятся в покое удачное время для прореживания изгородей придания ей формы основные работы проводим сейчас можно даже когда когда лежит снег но температуру воздуха выше нуля а в период активного роста сезон вы можете просто подравнивать небольшие какие-то мелкие формы если у вас на участке есть хвойные растения то нужно провести им ревизию у нас как раз есть такой хвойный экземпляр который подгорает по весне это кипарисовик лавсена мы пробовали его укрывать разным материалом и лутрастилом и сеткой которая дышит и мешковиной под ней он у нас выпривает вот более-менее приспособились он зимует без укрытия но почему-то горит не как у всех в феврале или в марте а в апреле поэтому сходив на лекцию и получив дополнительные знания мы попробуем применить их на практике первое хвойные которые по весне горят у них не просыпается еще корневая система но просыпается верхние веточки от теплого солнышка поэтому корни им нужно пролить горячей водой чтобы они быстрее проснулись и пошло питание к веткам следующий момент нам посоветовали опрыскать хвойное растение мелом мел защитит нежные веточки от ожогов а потом спокойно смоется дождями так мы и сделаем мы развели мел в воде налили в опрыскиватель и опрыскивание проверьте как одимовали ваши розы если укрытие уже можно приподнять обязательно туда загляните как видите в нашем укрытии сухо и розы все свежие зелененькие от зимовали все отлично если у вас на укрытии стоит пленка полностью на все укрытие ее необходимо снять как только прошли сильные морозы и уже таких очень сильных холодов не ожидается иначе ваши розы там просто с апреля вот такие работы можно провести на участке в марте первой половине апреля до новых встреч на нашем канале